Бог не замыкается в себя, она хочет подарить себя всем, любящему. И вот, будучи любовью и будучи всемогущим, он призывает из небытия к вечной жизни, весь этот мир, весь космос, и нашу голубую планету, и человека. И он поставил на этой голубой планете человека царем, домоправителем, друзья, этого мира, место себя, наместником. И вы знаете, для чего мы вообще живем? Для чего Бог задумал нас и замыслил нас, и к чему он призвал? Ну, конечно, не для того, чтобы сидеть в раю на пне райском, есть яблоки райские, болтать ногами и зевать. Человек живет не для того, чтобы только есть и пить. И поросенок живет, и оселенок живет для того, чтобы есть и пить. Какая разница? Человек ест и пьет для того, чтобы жить. И жить по-божьему, жить вечно. Вот для чего Господь создал человека. Он даровал ему свой образ, у каждого из нас. Мы, братья дорогие мои, такие красивые, кроме греха. Грех отложил на наши лики вот свою печать такую, самолюбие, тщеславие, гордостью, ненавистью. А по сути мы еще, мы красивые все, мы имеем образ Божий в нас. Знаете, как вот если бы взять драгоценные камни и на солнышке их рассыпать, они сияют своими красками, так и мы, так и мы все. Мы имеем образ Божий, и в каждом Господь даровал нам бесконечные дары духовные. Но и Он призвал нас не сидеть на пне, я райском. Он призвал нас трудиться, вечно совершенствоваться. Христос в Евангелии так прямо и сказал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. А наш Отец Небесный бесконечно совершен, как мы сказали. Он и абсолютная любовь, и абсолютное добро, и абсолютная милосердие, и правда вечная. Так вот, если Бог есть абсолютной любовью, и мы должны быть любящими. Если Он правда вечная, и мы должны быть правдивыми. Если Он море милосердия, и мы должны быть малосердными и так далее. Вот, мы должны уподобляться Ему, как дитя. Слушает своих родителей, бабушку, дедушку и родителей. И исполняет их волю, и подражает им. Родители им все дают больше и больше тепла, любви. И дитя становится похоже на родителей своих. Вот так и Бог, братья, так и в жизни религиозной. Если мы будем исполнять волю Божию, любить Его всем сердцем своим, всей душой своей, всем своим помышлением, то Бог будет давать нам все больше и больше жизненной благодати, жизненной энергии. И мы будем от силы в силу совершенствоваться, и будем похожи на Бога. Друзья мои, вот простая арифметика. И человек бесконечно должен стремиться, живя с Богом, братья, а Бог есть абсолютная радость, абсолютная любовь. Мы иначе будем мыслить, иначе размышлять, иначе чувствовать будем. Мы радость в сердце будем чувствовать. Вечную радость, то счастье, которому мы стремимся через вещи какие-то. Вот этот вещецизм, который нас за... Друзья мои, если мы будем к Богу стремиться, то тогда будет духовная радость и радость и веселье в сердце нашем. Но человек не пожелал любви Божией. Вот не пожелал. Он отвернулся от любви Божией и сам без Бога пожелал стать Богом. Слышали мы в революции, да? Мы, мы... Бога нет. Мы разрушим старый мир. Какой старый мир? Божий мир. И построим новым. Но это дьяволизм и сатанизм, друзья мои. Вот он, он первый революционер, который восстал в духовном небе. И увлек за собой много сил светлых, ангельских, которые стали демонами, темными силами. Друзья мои, он и увлек и увлек и человека в раю. Там он научил человека совершать революции. Вот с того времени. А потом он научит людей строить башни до небес вавилонские. Башни до небес. Которого Господь наградил всеми совершенствованиями. А он восстал, возгордился. И увлек человека. И человек все дальше и дальше стал уходить от Бога. Все дальше, братья, в страну бездуховности и смерти. Порвал он связь с любовью, с источником жизни. Потому что Бог только имеет бытие. А мы, мы не самобытны. Мы от Него зависим. Мы должны питаться им. Питаться Его энергиями, Его благодатью. Но мы порвали с Ним союз. Как дитя. Нарушает заповеди родителей. И в семье происходит разрыв такой. Холод, ненависть. Вот так и у нас в большой семье человеческой. Мы порвали союз с Богом. И человек стал уходить все дальше и дальше от источника жизни в область смерти и небытия. Но если человек забыл Бога, если он отвернулся от любви Его и стал богохульствовать и богоборствовать, то Бог не забыл нас. Ведь Он есть любовь. Он не грозный, друзья, как мы его часто рисуем. Он любовь. И не изменяется эта любовь, друзья мои. Это мы ушли от Него, а не Он от нас уходит, друзья мои. И если мы забыли Его, отвернулись от Него, то Он не забыл нас. Он любит нас больше, чем мы сами себя любим. Разве мы любим себя, когда мы наркоманим, алкоголизмом себя заливаем? Когда мы блудим, когда мы страстями своими их кормим, друзья, они нас уже поедают. Мы самоубийцы. Самоубийцы. Мы кормим свои страсти. Мы не любим себя, хотя говорим, что любим себя. А вот Бог, Бог нас любит. Несмотря на то, что мы богохульники и богоборники, что мы наполнены страстями, друзья мои. Он любит нас. Но не наш грех любит, конечно. Он любит свое дитя, свое творение. Как мать земная любит свое дитя. Хотя это дитя пройдет из тюрмы, и неизвестно, куда он попадет. Но она любит его. А Бог тем более своей божественной любви, любовью, любит нас. Он любит то. Он так любит мир, говорит Священное Писание, что отдал Сына Своего Единородного на смерть, на крест, на страдания, на пролитие крови, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот что есть Бог, братья дорогие. Он любовь. Он ждет нас. Ждет. Но не будем упорствовать, друзья. И на протяжении всего Ветхого Завета, всех этих времен, веков, Он готовил человека к спасению. А спасение в чем заключается? А в том, что мы блудные дети, сыновья и дочери должны возвратиться к Богу, в дом Его. Вот наше спасение. Друзья мои, рай – это и место в то же время, это состояние, когда Бог в тебе и ты в Боге. Но Бог в тебе не будет, если там есть грех, если там есть страсть, если душа твоя грязная, Он не может там жить. И вот когда только мы почистим эту душу, тогда Он в нас входит в наше сердце духовное, и мы ощущаем радость вечную. Друзья мои, так вот на протяжении всего этого Ветхого Завета Бог готовил человечество к спасению. И готовил конкретно, конечно, через определенный народ, через еврейский народ. Постепенно, друзья мои, Он подготавливал мир к встрече с собой. И вот эта полнота времен наступила. Наступила и Бог. Бог долго стучал в двери нашего грешного мира, стучал, призывал. А потом двери открылись, и Он вошел в этот грешный мир. Вот жалко, что нет у нас здесь пещеры Вифельемской. Вот сегодня же мы празднуем, вот хорошо бы здесь большую пещеру Вифельемской. И Бог вошел в этот мир. Это день Рождества Христова. Бог от бесконечности, друзья мои, Он вечен бесконечности. Да, вошел в этот мир. Это любовь Рождества Христова. Богомладенец – это сама любовь божественная, которая пришла к нам. Для того, что святые отцы так говорят, Бог стал человеком, чтобы человека сделать Богом по благодати. Бог стал таким, как мы, кроме греха, конечно, чтобы нас сделать таким, как Он. Друзья мои, Бог сошел с неба для того, чтобы человека возвести на небо. Посмотрите, какое смирение. Бог ни в ком, ни в чем не нуждается. Да, за такое богохудство и богоборство Он мог бы в одно мгновение уничтожить нашу голубую планету. И всех этих богохульников и богоборников, друзья мои. Но божественная любовь не наша любовь. Мы сегодня любим и сегодня предаем. А божественная любовь вечна. И Он так нас возлюбил, что отдал Сына Своего на этот вечно, на этот жертвенник божественной любви. За нас, за каждого из нас, за тебя, за меня, за таких самолюбивых, тщеславных, гордых. Он не грех наш любит, а нас любит. Что нам самое ценное в мире? Или эти вещи, они необходимы, конечно. Вещи нет. Церковь не против от того, чтобы хорошо одеться, чтобы три раза в день покушать, друзья мои. Но человек живет не для того, чтобы есть и пить, и поросенок и осленок живет для того, чтобы только есть и пить. А он ест и пьет, чтобы жить. И жить по-божьей, друзья мои. Православная церковь не против этого. Но она хочет, чтобы мы не делали идолов с этих вещей. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ